Павел Дуров, царь админов, задрот, который смог, и вообще публичные выступления для непубличных людей. В этом видео будем разбирать публичные выступления Павла Дурова, человека, который очень редко публично выступает, как он работает с языком тела, посмотрим, и так как мы знаем, что этот человек раз в год выпускает один пост и выступает и того реже, то очевидно, что он очень сильно готовился, поэтому имеет смысл посмотреть, что Павел Дуров считал важным в публичных выступлениях в 2024 году. Погнали. Да, заваривайте себе чаюсика, потому что в этом видео поговорим и про стендап, и про юмор, и про сценарий, и про подготовку, и про обычных людей, и про очень необычных людей. Меня зовут Алексей Ярцев, у меня многие люди выступают, об этом чуть позже скажу. Давайте посмотрим Павлу. Мы в Телеграмм любим блокчейн. Причина, по которой мы любим блокчейн, это технология свободы. Мы заботимся о свободе. Даже наш логотип. Отдельно скажу, что Павел, нам не показывают, как он вышел на сцену. Это очень важный момент всегда в выступлениях, потому что вы, те, кто смотрит это видео, чаще всего люди, которые не так часто выступают, ну, так же, как Павел Дуров. Это момент, когда человек находится в состоянии аффекта, потому что это момент вот этого перелома, момент изгиба, когда он только что был обычным человеком, и через секунду он входит в точку всеобщего внимания, и вот этот весь стресс на него обваливается. Это вот первая секунда этого стресса. Поэтому люди, осознанно или неосознанно, зрители считывают то, как человек себя ведет вот именно в это мгновение выхода на сцену. У меня есть большой видеоразбор, здесь его не будет. Там и крутые примеры от Уилла Смита, как классно делать, и примеры на знаменитостях, когда они проваливают этот эпизод, что тоже очень важно для новичка. Поэтому можете перейти по ссылке. Там, по-моему, даже три урока бесплатных. То есть вы успеете чему-то научиться до того, как с вашего кошелька спишутся все ваши токены. Сейчас посмотрим Павла. Он классно выглядит. Мы знаем, что он не всегда был так волосат. Вполне возможно, что мы пересадили волосы с моей бороды, потому что я себя чувствую, как ребенок без бороды. Что можно сказать про его внешний вид? У него свободные руки, обратите внимание, он выступает именно с петличкой. Что важно для нас? Что руки должны быть свободны. Это важно, что вы должны и репетировать, тоже не вцепляться в какой-то предмет. И наоборот, если вы будете выступать с микрофоном, перед Новым годом юбилей для помощника мэра был заказ. Мы заранее знали. Сейчас вот тоже день рождения у непоследнего человека в IT. Друг ему готовил вместе со мной выступление. Если вы знаете, что будете с микрофоном выступать, узнайте заранее, какие будут условия, то с микрофоном и репетируйте. У людей, которые редко выступают, это классическая проблема. То есть вот этот стресс, когда куда листочек, куда телефон, вот это вот все на сцене. Заранее узнаете, как вы будете, значит репетируйте так же. Мы видим, что он в облегающей одежде. Это отдельный момент, конечно, он не делается за секунду. Это подготовка, в принципе, к жизни. То есть мы знаем, что он выглядел сутуловатым в каких-то эпизодах. Как классический айтишник. Сейчас он выглядит как Нео, на который он очень сильно похож. И это работа над собой. То есть это то, что он понимает, что как бы ты не был богат, как Виталик Бутерин, ты все равно на виду. И все равно, особенно самки, они считывают в первую очередь генетический твой код. Потому что бабки могут украсть. А ДНК, ну почти невозможно. Я могу. Но об этом в отдельном моем курсе. Мы видим, что он почти сразу же шутит. Это происходит в первую минуту выступления. Он улыбается. Не очень слышно, есть ли реакция в зале. Возможно, ее нет. Но если вы готовите свое выступление для тех, кто будет это смотреть после, как, допустим, вот у меня есть Светлана Неганова. Во всем виновата школа. Светлана Неганова у меня выступает сейчас в Питере, в Москве. Подготовил девушку. Она буквально за несколько месяцев выросла до своего сольника. Что круто. В прошлом году тоже с нуля довел человека до сольника. Причем этот человек Ефим Кац. Это уже человек немножечко селебрити. В прошлом году у нас Войл Стендап сделал два сольных концерта вместе со мной. И мы видим, что Павел Дуров шутит в этом месте. Публично свободу рекламировать свои криптовалютные аферы. Но это не включено, к сожалению. Если для вас более важно, как посмотрят потом, то вы играете до конца, что вы пошутили. Если более важно для зала сделать, это очень разные два выступления. И для выступления здесь и сейчас он-эйр, то есть вживую, оно гораздо труднее. И ценится гораздо выше зрителям. Поэтому люди ходят вживую до сих пор на Стендап. Хотя все самое смешное можно увидеть на Ютубе. Потому что на Ютубе выкладывается лучший гол. Лучший гол Златана Ибрагимовича выкладывается. На Ютубе вы видите, такое вообще никогда не повторится в жизни. А вживую вы уверены, приходя на матч, в котором будет тот же самый Златан Ибрагимович, нет гарантии, что он забьет через себя с центра поля. И поэтому по-разному нужно готовиться к выступлению. Там на юбилее, где самое важное, чтобы здесь сейчас смеялись. И к концерту, где или к вашему маркетинговому, да, имиджевому выступлению на каком-нибудь форуме, на котором вам более важно, что подумают люди, которые будут это смотреть. Как, допустим, вот эта девчонка делает свои выступления, в которых очень непонятно, есть ли люди в зале. Но она отыгрывает до конца, как будто есть. Это я выдернул шнур. Окей. И мы видим, что он шутит на 39 секунде, шутит про аферы. То есть заготовленная шутка. И сейчас будет у него целый пассаж на эту тему. Здесь не так много криптовалютных мошеннических проектов. Присутствующих здесь сегодня. Если они есть, пожалуйста, поднимите руки. О, хорошо. Да, смотрите, он очень хорошо владеет своими руками. Использует их несуетливо. Использует их вовремя. Это доказательство обратного. Не слишком зажато. И видите, у него заготовлена шутка на случай, если в зале поднимет кто-то руку, захочет пошутить, что он криптовалютный мошенник. И у него есть на эту тему шутка. Что он использует это в доказательство. Это очень частый вопрос при подготовке. И у стендап-комиков в том числе у меня. Опять же, не буду скромничать. У меня Андрей Бочаров сейчас выступает на разогреве. У всех выступающих комиков, которые приезжают в Белград. Лида Амарян сейчас выступала на разогреве в Ижевске у Гурама Амаряна. Хотя, наверное, нельзя сказать, что Лида моя ученица. Я ее выводил на сцену, может быть. По-моему, да, первое ее выступление в стендапе состоялось благодаря мне. Ну, а завтра я решила вместе с вами улететь в Москву, не говоря об этом родителе. Ну, сейчас мои люди, так скажем, мои знакомые выступают на разогревах. И удается передавать свой опыт, как бы, как стендап-комику на пенсии. Удается быть полезным еще, так сказать, на тренерской работе. Поэтому, даже если вы состоявшийся стендап-комику, у которого уже есть эфиры на телеке, то вы можете обратиться ко мне, если чувствуете, что я могу сделать вас богаче благодаря своим советам. А я могу. Другое дело, что запущен ли у вас процесс. Да, и очень частый популярный вопрос, как у Павла здесь, что делать с реакцией публики. Потому что это больше всего то, что хочет публика больше всего. Чтобы на нее реагировали, чтобы с ней взаимодействовали. Если вы готовите шутку, он подготовил идеально. То есть, он знал, что он скажет, если никто не поднимет руку. Наверняка была какая-то другая шутка. Вроде как, вот мы их всех выгнали, очистили наше крипто-сообщество. Это подтверждает, что крипто-сообщество очень честное и открытое. И если поднимают руку, он все равно говорит, что, да, вы хотя бы были честны. Вы хотя бы были честны. Это еще раз подтверждает, что наше крипто-сообщество очень честное и открытое. Видите, принцип суперпозиции. К этому нужно готовиться, это нужно тренироваться, и этому можно научиться. Переходите по ссылке, записывайтесь на индивидуальную консультацию, если у вас есть какое-то ответственное мероприятие. Пока вы не стали великими. Посмотрим, Павел. Создавать свои собственные инструменты, свои собственные приложения, свой собственный бизнес в Telegram. На самом деле, мы предоставляем сторонним разработчикам больше свободы. Посмотрим на его слайд, здесь есть возможность, помимо того, что я сказал про руки, как он хорошо с ними работает. Наверное, очень тяжелая аудитория у него, несмотря на то, что впечатление в конце создастся, что это было вау, но публика, которая состоит, похоже, вот по этому кадру на 100% из журналистов, то есть людей, которые пришли сюда, чтобы написать потом об этом, а не о том, чтобы восхититься сейчас и отреагировать на него. Это достаточно тяжелая публика, то есть это все равно, что вот кто из вас на открытом микрофоне выступал перед полным залом других стендап-комиков, которые ждут своего выступления, поставьте лайк, пожалуйста, или напишите комментарий об этом, что вы испытывали в этот момент. Ну и в принципе, да, посмотрим на его слайд. Мы видим, что слайд очень лаконичный, это то, чему еще Каптерев учил давно Алексей, у которого я лично учился когда-то вживую, держался за руку с этим великим человеком, который написал «Смерть через PowerPoint» книжку. Сейчас, может быть, для молодого поколения кажутся очевидными те истины, которые излагаются, те примеры, которым приводят в этой книжке, но на тот момент это была, ну как бы не революция, это был глоток свежего воздуха. И вот эта лаконичность, я бы еще добавил то, что у Алексея я подцепил, я развил потом в своих презентациях, в своей бизнес-консультантской карьере, в обучении других тренеров, это образность, то есть выводить на слайд какой-то образ и расшифровывать этот образ для публики, а не выводить на слайд слова, большое количество слов каких-то. Поэтому мы можем посмотреть, что слайд очень лаконичный, здесь даже не так важно его содержание рассматривать. Мы видим, что он подчеркивает самолетик как символ свободы, снова и символ своего телеграмма. И очень лаконично три важных пункта описывает. ...медиаплатформа, об этом мы и поговорим сегодня. Чего уже удалось достичь и каковы? Какими будут наши следующие шаги? Отдельно обращаю внимание, что он перемещается по площадке и глазами. У него достаточно узкий сейчас глазами радиус, сектор, который он обслуживает. То есть вот это, наверное, пока что первый нюанс, который, мне кажется, можно было сделать сильнее, даже если его цель была сделать только видео. У тебя, скорее всего, там большой зал, это можно было реально сделать. Демонстрировать, что он охватывает большую аудиторию от края до края. Новичкам я всегда говорю о том, чтобы вы вышли на сцену. Пока вы приветствуете, с вас взятки гладкие, вы еще не шутите, можно испытывать меньший стресс. И, пожалуйста, поприветствуйте самого правого, самого левого зрителя и самого дальнего зрителя в зале. Некоторые комики делают вообще отдельные шутки для первого ряда, но это чаще всего шутки над первым рядом, подкупая галерку. И мы за полгода получили миллион регистраций из Бразилии. Там группа ВКонтакте у них подслушана в Рио-де-Жанейро. Это пацанский карнавальский паблик. Какими-то вот такими шутками. Это нам вернуть власть людям и обогатить нашу экосистему. То, что слайды у Павла сменяются, видно, что есть помощник, с которым отрепетировано, на каких словах это делать, либо на каких жестах. Скорее всего, на словах тут достаточно все просто. В более сложных ситуациях можно на жест сделать смену слайдов. Но это не стоит обсуждать, потому что, скорее всего, большинство из вас не такого высокой ответственности будет выступление. А из интересного можно сказать, что Павел-то не так прост, как кажется. Он гораздо более артистичен и еще в школе был человеком, который легко выходит на сцену и большое количество текста запоминает, и в том числе рифмует. Поэтому иронизирует и над собой, и в поэтическую форму иронию вносит. То есть это гораздо более гибкий сценический человек, чем он себя пытается здесь представить. Может быть, может быть, эта стратегия связана не с его опасениями за успех, неуспех. Может быть, это часть стратегии привлечения. Он понимает, что его аудитория в большинстве такая. Может быть, как вы считаете, напишите в комментариях. Пожалуйста, в комментариях пишите и вопрос, на который вы сейчас отвечаете, потому что по этому видео может быть много разных комментариев. И чтобы я ответил на ваш вопрос, мне чаще всего нужна небольшая подсказка в понимании того, с чем вы сейчас дискутируете, на какой тезис вы отвечаете. ...предлагать мини-приложения и чат-боты нашей аудитории. Мы еще не начали этого делать, но это произойдет в конце этого года. Так что, надеюсь, число пользователей увеличится... Видели вот этот жест на 2.26 приблизительно. Он делает вид, что он разговаривает с кем-то так, как вы сейчас. Или вы, может быть, сейчас это поймете. Или, может быть, вот вы человек в зеленых трусах маленьких. Оставь лайк, если ты в маленьких зеленых трусах сейчас смотришь это видео. То есть это, конечно же, прием. Это, конечно же, прием. И я не рекомендовал бы этот прием использовать в маленьких аудиториях для начинающих людей. Когда у вас камерная, то, что называется, обстановка, что ее отличает от большого публичного выступления? В камерной обстановке все зрители видят вас. И вы их видите, и они знают, что их видят. Здесь же люди... Это публичное выступление со сцены. Оно подразумевает, что люди не понимают, к кому конкретно он обращается. И каждый из них считает себя невидимкой. Ну, допустим, в КВН. Да, зрители в зале, они как бы невидимки все. Которые будут взаимодействовать с мини-приложениями и чат-ботами каждый месяц. Телеграм, шестое по величине. Мобильное приложение в мире. Оно занимает шестое место по количеству пользователей. И шестое место по количеству скачиваний. Но мы отличаемся от остальных этих приложений. Мы отличаемся от остальных пяти лучших. Вы видите, другие приложения, они продают данные пользователей, личные данные рекламодателям. Не делясь при этом выручки от рекламы. Ни с пользователями, ни с создателями контента. Более того, они не позволят создателям контента отображать свои собственные рекламные посты. Потому что они будут использовать свои алгоритмические фиды для снижения видимости таких постов. Если вы попытаетесь сделать это достаточно долго, они теневым образом забанят вас. Телеграм ничего этого не делает. Да, вот здесь на 3.29 скажу, что еще раз подчеркну. Во-первых, то, что можно сказать как точку усиления. Хотя мне кажется, что это очень сильный, на мой взгляд, скилл в публичных выступлениях у Павла очень высокий. Хотя он пытается создать себе ореол нелюдимого человека. Очень высокий скилл. Но можно сделать пошире сектор. И при этом, да, заметно уже сейчас, что очень трудная аудитория. Там как буквально проходной двор. То есть видно, что все люди ходят, заходят, выходят. Это очень тяжелая ситуация для выступления. Но фактически вы снимаете клип на самом деле в этот момент. То есть он снимает клип, который мы вместе с вами сейчас смотрим. И большинство людей в зале, являясь одновременно и массовкой, они еще и мешают ему. Выступать перед людьми, которые тебя слушают и готовы отреагировать на то, что ты говоришь. Или даже вступить в не дискуссию, я бы сказал, не диалог, а вступить в разговор. Наверное, разговор тут более хорошее слово, чем диалог. Гораздо проще, правильнее для психики. Это очень такая сложная задача. Артистическая уже. То есть ты должен сыграть человека, который публично выступает. Во-первых, мы не используем ваши личные данные для таргетирования рекламы. Мы не продаем ваши личные данные рекламодателям. Все наши объявления основаны на контексте. Во-вторых, мы бы никогда не предотвращать прямой связи между создателем контента, лидером сообщества, приложением и пользователем. Какие-то штаны у него. Девчонки, если смотрят мой канал, смотрят это видео, что за крой штанов таких, как кимоно немножечко. То есть он такой под Джона Вика здесь и под Нео, мне кажется, стилизован. Он отличается тем, что мы понимаем, что весь наш успех, вся наша популярность – это благодаря вам. Это происходит благодаря многих разработчиков, приложений, лидеров, сообществ. Кстати, отступим от публичных выступлений, так как вы смотрите длинное видео на моем канале. Кстати, напишите в комментариях, более вам нравятся короткие или длинные. Что я это предсказывал, и кто подписан на мой инстаграм, те видели мое предсказание о том, безотносительно Павла Дурова, просто видел, что наверняка, когда это было NFT популярно, это еще в 21-м, наверное, году я писал в своих сториз, что, скорее всего, мигрировать в социальные сети будут в сторону того, что вам будут платить за контент. Кому-то очень много, у кого будут залетать видео, кому-то мало, но это будет что-то типа YouTube, когда каждая вами созданная единица контента, может быть, даже текст, как в Дзене, будет превращаться в некоторую NFT-шку, как-то по-другому это будет называться лет через 10, но вам будут за каждое ваше действие платить. Соответственно, у кого-то другое дело, что цена, инфляция будет очень сильная. Сначала, опять же, как в ТикТоке, как в любой соцсети появятся суперзвезды, которые будут ходить и рассказывать, как они стали миллиардерами. Надо просто смешно танцевать, как вы не поймете, блин, хоть взрослые не умеют становиться миллиардерами вообще, по-моему. А потом инфляция произойдет, и, соответственно, да, будут кто-то типа как Варламов генерировать, получать какую-то кассу уже не топовую, но позволяющую только этим заниматься. Но и даже девочка, выложившая какие-то губки в сторис, красиво сложенные, будут все равно получать на помаду себе денежек. Это благодаря создателям контента, художников-стикеров, пользователей, которые приглашают своих друзей в Телеграм. Именно поэтому в прошлом месяце мы начали одну из самых щедрых моделей распределения доходов в истории социальных сетей. 50% от всех доходов, которые мы получаем от показа рекламы. Мне кажется, вот здесь при разговоре после вот этой фразы с самых популярных социальных сетей он ожидал реакции как на Стива Джобса, потому что мы видим стилизацию очень похожей на Стива Джобса, такой лаконичный образ, неяркий, какие-то дефолтные ботинки, может быть, не ноунейм, но такие вот прям неузнаваемые ботинки, неузнаваемая рубашка, прокачанное тело, много волос на голове. И в отличие от Стива Джобса, то есть они же похожи были с Джобсом по своей лапеции. И интонации в темном зале, такая вот какая-то инфографика, и он прям акцентирует здесь самое большое. И явно ожидал здесь аплодисментов, но у всех в руках уже телефоны. Стив Джобс изменил, поставил ему подножку таким образом. У всех в руках телефоны, никто уже не хлопает. Направляюсь на владельцам этих каналов. И это только начало. Вы знаете, все эти транзакции, платежи за рекламу, снятие рекламы осуществляются с помощью блокчейна. Мы используем для этого исключительно блокчейн ТОМ. И позже я объясню, что за этим стоит. Но это новая эра в истории социальных медиа, потому что, а также в истории блокчейна... Ну, по идее, вы просто начинаете майнить ТОМ при помощи генерации контента. В настоящее время потенциально десятки миллиардов долларов рекламного рынка, который был размещен на рельсы блокчейна. Это совершенно беспрецедентно, и мы не хотим останавливаться на достигнутом. Это действительно может стать потом эпохальным выступлением. На него могут много раз ссылаться, потому что высока вероятность, что будут повторять за ним эту идею остальные социальные сети или вновь появляющиеся какие-то социальные сети, Вичаты, то есть какие-то крупные игроки, как можно сказать. То есть это станет, в общем, как модно говорить, нарративом. Да, но сейчас мы видим, что реакция такая в зале. Ну, потому что подобран зал такой, что это не фанаты Apple, нету подсадок, в отличие, на Apple есть подсадки люди, которые знают, клейперы так называемые, которые знают, когда реагировать. Кстати, на своем курсе по стендапу я рассказываю уже для комиков, которые начинают формировать свою аудиторию, как вот несколько из моих учеников прям с нуля дошли, такие как Никита Макаров, Сергей Стогов до сольника Светланы Неганова, люди, которые пришли с нулем опыта в стендапе до сольных концертов. И в этом курсе этот опыт в том числе переложен, записан с примерами, рассказан, как нужно работать над аудиторией, чтобы ваша аудитория развивалась от выступления к выступлению, чтобы через полгода у вас был не только материал, но и сформированная аудитория. Поэтому я рассчитываю на вашу разумность, потому что, видите, я говорю это не на первых секундах и не в коротком своем видео, в коротких видео часто не успеваю об этом сказать, но это для стендап-комиков, которые чего-то уже добились, и я абсолютно вас рационально понимаю, когда вы думаете, блин, курс по стендапу, чему он там меня сможет научить, я его что-то не видел в телеке. Посмотрите несколько уроков, они бесплатные, по ссылке в описании перейдите, зайдите в личный кабинет, возьмите эти уроки, посмотрите на X2, если не доверяете. И вы поймете, что на самом деле есть добродушное желание поделиться, добродушное желание сделать индустрию лучше при помощи советов, которые попадают точно в цель. Смотрим Павла. Теперь разделение доходов модель. Если они захотят монетизировать свои большие публичные групповые чаты, они смогут сделать это совершенно необязательно, и также получать половину доходов. Но этого недостаточно. Будет следующий этап. В ближайшие несколько недель мы собираемся ввести модель распределения доходов для Совета Создателям, и Совета Создателям. Огромный рынок, многомиллиардный рынок. Здесь все немного иначе, когда речь идет о платежах, потому что мы ограничены с механизмами In-App Purchase, навязанными нам Apple и Google. Однако, механизм вывода средств также будет основан на блокчейне. И угадайте, какой блокчейн это будет? Мы слышим аплодисменты, и не видим ни одного хлопающего человека, по крайней мере, с этого ракурса. Может быть, так камеру поставили через сектор журналистов, а был сектор не журналистов. Но это немножечко отдает аншлагам. И поэтому стоп-кадру на 7.08 видно, что Павел не вдохновлен реакцией зала. Обычно, когда зал первый раз, по сути, его поддержал за все выступление, обычно люди, у них другие эмоции внутри, и они проявляются на лице. Видимо, он немножечко понимает, что ему половина пройдена пути, но еще впереди половина пути в таком полупустом зале. Я помню, однажды я собрал концерт, по-моему, точно был Вася Медведев, точно был, по-моему, Максим Мунхоев, и кто-то еще. Прости, пожалуйста, что я забыл, кто именно. Но тот вечер стоило забыть, не из-за комиков, а из-за того, что я собрал ребят, как договорились, заплатил им сразу еще до выступления каждому, и ошибся, это был какой-то там 16-й, может быть, год. Полупустой зал был. Ну, единственная шутка, которая зашла в этом зале, это мой конферанс был, который про то, что позвал трех олимпийских чемпионов поплавать в пустом бассейне, чтобы они показали свое мастерство. По-прежнему, да, ну, бывали такие всегда в продюсерской штуке такие неловкие моменты с пустыми залами. Вначале часто, слава богу, спустя 10 лет вам гораздо проще выступать, и проще как зрителям приходить, потому что всегда полные залы. Если ты как зритель или как комик когда-нибудь выступал в пустом зале или был зрителем, который почти в пустом зале, все равно смотрит артистов, то поставь сам себе лайк, потому что это круто. Это круто. Я помню, я в Питере однажды выступал для двух зрителей, то есть из всего зала пришла просто пара какая-то, какие-то студенты такие 19-21 год. Я им говорю, типа, ну, концерт не состоялся, но если хотите, я вам расскажу сейчас один бит. Если будет совсем не смешно, сразу мне скажите, не надо из вежливости ждать. Я не дослушал, было смешно даже, и мне было весело. Ну, потому что мы же в жизни иногда общаемся один на один с человеком. Другое дело, что, конечно, организация и так далее, вы как артист не обязаны этого делать. Просто было по фану. Мы думаем, что мы должны дать больше власти сайту создателя контента. И это шаг в это направление. Но как насчет торговцев? С тех пор, как несколько лет назад... В начале было увереннее у него использование рук. Вот этот вот классический жест, который называют... Добрый вечер, коллеги. Да, коллеги. Здравствуйте, коллеги. Это признак таких вот бизнес-тренеров из нулевых, на мой взгляд. Когда они считают, что вот это уже как бы язык тела, уже публичные выступления. Ну, как бы, когда ты не знаешь, куда заземлить энергию, это хорошая вещь. Я думаю, что если вы предполагаете, что у вас длительное выступление, и у вас нет гарантии, что будет классная реакция, и вы, естественно, образом будете понимать, куда девать руки, хорошо бы взять вам какой-то предмет. Я бы рекомендовал взять какой-то предмет в кармане. Какой-то предмет, о чем-то говорящий. Может быть, какая-то статуэтка, телеграмма, может быть, не знаю, или воздушный самолетик. Мог бы быть у него в руке какой-то сложный, ламинированный, желательно, чтобы он не пропотел. Что-то про ваше выступление, потому что это будет лучше смотреться на фотографиях. Когда вы с этим предметом, который еще говорит про вас, и это будет вас заземлять, вашу энергию. У меня есть друг Федор Блинов, юрист в энергетической компании, какой-то самый крутой в России. Он всегда мечтал быть президентом. Он всегда, когда начинает разговаривать, он приходит в гости, он берет какой-нибудь шарик, мячик, у меня были мячики дома, и начинает его стучать об стены, продолжает разговаривать при этом. Ну, правильно дело, у чувака много энергии. В нашей платформе бесплатно продавать физические товары и услуги. Более того, мы интегрировались с 40 поставщиками платежных услуг, такими как Stripe, чтобы пользователям было очень просто покупать товары через приложениях, мини-приложениях и бортах. Следующим этапом будет, конечно же, Бригиносайт, сделать его доступным и для пользователей, не имеющихся... Здесь тоже Павел на 8.06.05. Павел явно тоже рассчитывал на реакцию, но про зал мы уже поговорили. Реакции снова. Но что еще важнее? Да, пошло заземление рук. Ну, ему просто тяжело приходится, то есть я не вижу здесь каких-то его ошибок, кроме как... Ну, продюсерских, то есть как артиста на сцене, как человека на сцене. Ошибок нету. Наоборот, он справляется очень хорошо. А вот как продюсер, спродюсировать свое выступление, возможно, ему стоило обратиться к Алексею Ярцеву. Мы собираемся позволить пользователям покупать цифровые товары и услуги от разработчиков приложений. И здесь мы снова немного ограничены сайтом, механизмами покупки в приложении. Но вывод средств будет происходить на блокчейне. Это будет очень легко использовать. И это модель распределения доходов. Опять же, одна из самых щедрых моделей распределения доходов в истории. И мы считаем, что это правильный путь. Опять нет аплодисментов. Мы считаем, что предыдущие... Не допродумано, что клэперов надо было брать. Либо можно было на монтаже, если предыдущий случай был наложен на монтаже, можно было на монтаже докладывать аплодисменты. Те работало почти как цифровое рабство. Должны быть в прошлом. Этот, возможно, не имеет особого смысла с точки зрения... Я, допустим, признаю, что в своем шоу Love Market, когда я его вмонтировал, я брал смех из других ситуаций и накладывал, потому что я совершил, можно сказать, ошибку. Я не досмотрел, как продюсер, что нужно отдельный микрофон на зал направить, что очень важен живой смех из зала. Смеха было живого много. И в моих шоу, как «Свадебное чистилище» или «Лавмаркет» или «Пятничный экстаз», для меня самое важное – живой смех. И на моих стендап-шоу тоже. Для меня более важно, чтобы вот здесь сейчас люди ржали. Потому что это потом и через камеру. То есть на YouTube это тоже смотрится более убедительно. То есть люди смотрят, они видят, может быть, не очень хорошо снят, но они видят живую реакцию. На моем лице видно отражение, что люди смеются, потому что видно, какая радость у артиста от того, что все срабатывает. И смех живой, он звучит. Я подкладывал потом на «Лавмаркет», так как я не записал, не очень удачно записал, не поставил отдельный микрофон на зрителей, то я брал смех из других ситуаций и подсвечивал немножко ситуацию. Поэтому монтаж, пост-продакшн, так называемый, то есть когда уже у вас есть публичное выступление, и вам нужно, допустим, из него нарезать релсы. Даже с этой задачей, когда уже вам нельзя помочь лучше выступить, можете обратиться в мой продюсерский центр, написать, и мои ребята под моим руководством, чаще всего я, либо ставлю задачу, либо потом, когда уже они скинули, чуть-чуть подправляю, улучшаю даже сам ручки на монтаже, можете этой задачей обратиться. Померческих интересов Телеграм, но мы считаем, что это имеет большой смысл с точки зрения морального аспекта этой всей операции. Но наше взаимодействие и интеграция блокчейн не ограничивается. Только проведением транзакций с использованием платформы блокчейн. Нет. Мы стали первой платформой социальных сетей, которая токенизировала все наше пространство пользователей. Это был большой успех. Видно, да, вот на моменте на 9.40, видно, что он смотрит куда-то, скорее всего, у него телесуфлер стоит, не с бегущей строкой обычно делает, а просто слайды с тезисами. Но я не знаю, как именно здесь было, но по взгляду показалось, что он посмотрел, что он будет делать дальше. Видно, что да, хотя очень мощное выступление у Павла, немножко видно, что выдыхается. Но при этом, как бы я бы не сказал, что я бы выступил лучше. Неизвестно, потому что похоже, что он не просчитал вот этот один сценарий, при котором зрители будут просто снимать его на телефон и что-то твитить, демонстрируя всем, что они на его выступление, а не реагировать на него. Это проблема, такая цифровая псевдодебильность, как наш доктор Курпатов любит выражаться. Но это можно было предусмотреть и подготовиться, тогда просто морально настроиться, что я иду, чтобы записать клип. Поэтому я продолжаю рассказывать, как будто бы вау. Я знаю, что потом наложу смех, и я его в голове слышу. Я знаю, где я потом наложу аплодисменты, и я его в голове слышу. И я иду с вот этим. Может быть, в этом дело, потому что мне кажется, что чуть выдыхается. Но посмотрим. Достиг 350 миллионов долларов США в продажах. Представьте, что впервые в истории социальных сетей вы можете напрямую владеть своим именем пользователя. Вы можете продать его, вы можете выставить на аукцион, вы можете купить несколько имен пользователей. Вот это, мне кажется, что 1003, что он опять же ожидал, что это впервые в истории. Он создает... Но он как бы проходит революцию, он, знаете, он выходит и говорит, что, вы знаете, раньше все это было, принадлежало буржуинам, трем толстякам, блин, ваша страна принадлежала. А сейчас я ее даю вам власть, всю власть советам, землю, заводы рабочим, землю крестьянам. И люди такие. Я думаю, Павел после этого выступления домой приходит, боже мой, я им такие вещи, я им просто, я открыл новую эру, а они этого не поняли. Да, не поняли. Ну, хорошо на костре не сожгли. Бывает еще, бывали и такие call to action в финале публичных выступлений некоторых. Тут можно ставить вот этот похуй плюс похуй людям. Меня спросили один мой очень известный друг создать, придумать для него красивое имя пользователя в Telegram. И я действительно попытался, на самом деле мне было не до этого, но мне пришлось начать аукцион. на платформе Fragment, чтобы получить это имя пользователя. И знаете, что мне не удалось выиграть в аукционе смарт-контракт, который управляет этот процесс, не волнует, является ли он генеральным директором и владелец Telegram, пытающийся урвать красивое имя пользователя. Да, ну мы видим, опять же, шутку он заготавливает на 11-й минуте. Реакции мы не слышим, но понятно, что это заготовленная шутка, и хорошо, чуть-чуть после половины, либо, может быть, в половине она планировалась, выступление. Можно было раньше пытаться, но, в принципе, если зал не реагирует, то неважно, куда ты поставишь шутку. Но, да, понятно, что Павел шутит здесь, может быть, немножко выдумал эту историю, но понятно, что это притащена сюда идея, еще раз подчеркнуть, что мы создаем его, он опирается на аудиторию, которая пользуется биткоином, USDT, крипто, аудиторию. Ну, собственно, конференция Токио. Это справедливо по отношению ко всем. В этой экосистеме все равны. Более того, мы были первой крупной платформой для социальных сетей, которая позволила пользователям регистрироваться и входить в систему, используя свои учетные записи в блокчейне, используя свой кошелек в блокчейне. А работает это так. Мы вводим анонимные номера. Многие из вас знакомы с ними. Это опять же рост цен на эти номера было в 33 раза. Многие люди заработали кучу денег. Ну, вот Павел заговорил на 12-й минуте про NFT, то, что я говорил. Я не то, что, типа, я опередил время. В одном потоке видения мы движемся и тоже думаю, что Павел раньше 21-го года об этом задумывался и реализовал. Я тоже это предполагал, что туда двинется идея. Можете, кстати, посмотреть. У меня есть интересное видео со сценариями. которые я написал, которые я выдумал. Вот в этом видео я рассказываю. И там есть, по-моему, в том числе упоминание сценария Чикатило. Я часто записываю какие-то идеи для фильмов. И сегодня я сижу в столовой, поворачиваю голову и на экране, типа, тень Чикатило вышел в фильм. Кстати, как вам фильм? Напишите в комментариях. я эту идею несколько лет назад записал, что в России выйдет, либо я когда-нибудь напишу, либо кому-то из своих знакомых сценаристов подкину эту идейку. Кстати, если вы сценарист, можете обратиться за консультацией. Расскажу, как, в принципе, подходить к вот этому предугадыванию идей и подарю свои идеи. Если вы напишите, я буду только рад, потому что сейчас я не пишу больших сценариев, а когда сяду писать, уже будут ломые идеи. Продавая эти номера, это было невероятно. Но, опять же, мы не хотим оставаться на месте. Мы хотим пойти дальше. Видите ли, мы верим в социально значимые NFT. Мы верим в NFT, которые глубоко интегрированы в человеческую культуру, в человеческое взаимодействие, в наше общение. NFT, которые можно увидеть десятки миллиардов раз и они имеют огромный потенциал для вирусного распространения. Это правильные NFT. Вот почему следующий шаг, который мы собираемся предпринять, это токенизация стикеров. Вот мы видим, наконец-то, аудиторию на 12.48. Мы можем посмотреть аудиторию, кто его смотрит. Нет, эти люди смотрят, они могут реагировать, они могут смеяться, они могут хлопать. У них свободны руки и глаза направлены на Павла, а не друг на друга и на удовольствие от того, что они здесь оказались. Так что слабая реакция. Ну, кстати, слабая реакция может быть связана с тем, что они его слушают с переводчиком на свои языки в ухе, либо они слушают на английском, а это их неродной язык, либо еще может быть, что Павел на неродном языке, когда шутит, хотя, в принципе, по его реакции кажется, что он вполне себе, но я не знаю английского языка, и мы слушаем сейчас это выступление не на английском языке. Может быть такое, что заготовил он это смешно, прописана ему речь гладко, что это относитель языка был бы, но он, может быть, не так хорошо расставляет акценты интенсионные, потому что мы-то сейчас слышим переводчика, наверное, вряд ли это он сам себя переозвучил, хотя стоило бы в маркетинговых целях самого себя потом переозвучить. На самом деле, в советском кино великих, ставших великими гагами на 300-миллионную аудиторию в залетевшем и шутках именно так и делалось. То есть записывал какой-нибудь Никулин на площадке свою роль, а потом приезжал на студию и переозвучивал сам себя. Мы видим реакцию. Кстати, да, для новичка, если вы понимаете, что вы выступаете для камеры, то хороший способ вызвать все-таки реакцию, если у вас адекватная аудитория, не конфликтная, не шаляй-валяй, какие-то люди туда-сюда ходят, то вы можете просто держать паузу, то есть сказать что-то там. И это впервые в истории, когда мы будем платить криптой за ваши посты и держать паузу до тех пор вот эту пафосную паузу. И это впервые в истории. Да, как Моргенштерн, допустим, делает вот здесь. Я хочу услышать ваших аплодисментов. То есть можно выжать из аудитории аплодисменты, даже не заставляя их, а просто держа паузу, они поймут, до них дойдет, что надо поаплодировать. Это такой хук для новичков. Но, конечно, лучше делать это в натуражку. То есть это все равно, что поцелуй меня указать человеку, либо сделать так, чтобы это все произошло естественно. Узнаете эту утку. На самом деле эта утка была создана один из художников, с которыми мы работаем. Это, пожалуй, один из самых талантливых художников-стигеров в мире. Он создал ее несколько лет назад. И с тех пор она стала вирусной, стала культурным феноменом, стал мемом. Даже за пределами Телеграма этот стикер набрал сотни миллионов просмотров, как минимум. А представьте, если бы кто-то стал обладателем этой наклейки в качестве NFT, когда она только вышла несколько лет назад. Думаю, повышение цены просит вызов то, что мы испытали с анонимными номерами. Опять же, наклейки очень-очень популярны. более 700 миллиардов раз стикерами делятся каждый месяц в Телеграм. количество просмотров стикеров просто невероятно. Далее, мы считаем, что эмодзи тоже могут стать NFT. Да, он рассказывает про NFT, про эмодзи, и мы видим, что уже статичное становится это, замедляется речь, по крайней мере, у переводчика, но, скорее всего, и у оригинала, у Павла тоже. Выдыхается выступление, но, что можно хорошего об этом сказать, что правильно с точки зрения того, что действительно начало нужно готовить сильнее. Если у вас есть шутки по вашей тематике, да, я рассказываю на своих курсах или на консультации, или даже там в каком-то записанном видеокурсе, если вы хотите сэкономить, вы пройдете, запишите себе дофига шуток за время курса под свою тематику, будь вы риэлтор, или юрист, или бухгалтер, или кошатница, вы напишите. И вы написали какое-то количество шуток, но вы как бы своим чувством вкуса видите, что вот это получше, вот это похуже. Как расставить? Самую лучшую в начало, а самую вторую по лучшести вы ставите в самый конец. Вот посмотрим, закончит ли Павел, делаю прогноз, что Павел закончит тоже какой-то шуткой через несколько минут. Вот. А это правильно. Ну и в принципе начало лучше, правильнее подготовить классное начало. Ну и естественно самый важный ваш call to action, цитируемость, где будет, то есть суть вашего месседжа, то есть что вы на сцену вышли, зачем, вы что хотите изменить, вы хотите, чтобы мы что сделали, вы нам это рассказываете зачем, чтобы мы что. Вот на эти вопросы нужно, конечно, при подготовке ответить, допустим, там с Валерией Белой, которая ехала на конференцию в Москву из Тюмени, конференцию для перманенщиц, то есть не такая большая конференция, но для нее это было важно, было ответственно, и мы очень хорошо с моей командой подготовили и продумали, что она хочет сказать, потому что, ну, конечно же, человек может быть хорош в бизнесе, но он не задумывается о том, зачем выходит на сцену, и часто идут просто как бы, превращаются в инфо-цыган таких, который вышел покрасоваться, но этому всему можно добавить важную, решающую, такую маркетинговую составляющую, зачем вы это делаете, обращайтесь ко мне. Павел, мне кажется, выдыхается уже, делаю ставку, что он скажет какой-нибудь панчлайн в конце. Знаете, они почти как стикеры, но вы можете включить множество эмодзи в одно сообщение. А почему бы и нет? После этого, возможно, наборы стикеров и наборы эмодзи могут стать собственными монетами для мемов. Тоже возможно. Но знаете, для всего этого, чтобы это произошло, мы будем полагаться на блокчейн Торн, открытую сеть, а вот здесь, на этом кадре, на минуту, на 14.57, мы видим, что люди не улюлюкают, но мы слышим это улюлюканье. Это, наверное, как раз вот клейперы были заготовлены. Тяжело в таком зале выступать. Вдвойне интереснее разобрать такое выступление, потому что ваши залы не лучше. Часто бывает то, что мне присылают на разбор. и он напоминает бумажный самолетик, а потому что она очень масштабируема. В нашем масштабе нам нужно что-то, что может обрабатывать десятки миллионов, а в перспективе и сотни миллионов транзакций. Открытая сеть достигла рекорд по обработке количества транзакций, которые они обрабатывают. Можно сказать еще отдельно, что хорошо снято. Поэтому очевидно, что они... Несколько камер. Есть камера плывущая, хорошо снята, что камера поставлена не так, чтобы зрители не попали, не мешали, а именно так, чтобы показать, что он в полном зале выступает, это тоже хорошо. Я бы, может быть, как постфактум-то хорошо думать, типа, как режиссер трансляции, может быть, больше бы уделил внимание тому ракурсу, когда мы видим и Павла, и зал. Это всегда выглядит как бы из-за спины. Тут трудно сделать очень маленькая глубина сцены. Но вот есть же один ракурс, я бы сделал бы этого побольше на монтаже уже. Кроме того, у них низкие комиссионные... Особенно, когда он вот так обращается в зал, это круто. И я знаю, многие не любят комиссионные, особенно комиссии по ценным бумагам и биржам. Панчлайн. Это панчлайн, да. Многие здесь не любят комиссионные, имеется в виду, скорее всего, газ, я так поднимаю на английском, вот эта плата за транзакцию. Он каламбурит, скорее всего, но это в английском языке, особенно комиссию по ценным бумагам, которые уже пару бирж, по-моему, Binance они прижали и какую-то FTX вообще разорили. Вот кто разбирается в крипте, напишите, пожалуйста, в комментариях, как это звучала, шутка на английском языке и удалось ли Павлу ее реализовать. Мы видим, что это конец выступления. Да, есть реакция, как я предполагал. Мы можем отнестись к этому с пониманием. Да, друзья, моя ставка сыграла. Я угадал, что в конце выступления Павла Дурова будет панчлайн. Значит, не зря Павел Дуров смотрит вместе с вами мой YouTube-канал и репостит, что очень важно, репостит в Telegram, в свои паблики, либо просто друзьям, либо в чаты с друзьями данное видео для публичных выступлений. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Я надеюсь, чаечек, который вы вначале себе, чаюсик, который вы заварили, был очень вкусным. Печенюшечки размокли, но не слишком. Вот как мы любим, немножечко тают на языке, чтобы все у вас было вот так. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Спасибо вообще, что вы занимаетесь публичными выступлениями. И мы вместе сегодня заглянули с вами в будущее, пусть не публичных выступлений, но наше крипто будущее. Спасибо, счастливо. Подписывайтесь на мой канал. Пока.